Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Тоже вам благодарна за всё. Восемь лет слушаю периодически ваши лекции. Постоянно не надо, а то с ума сойдёте. Послушали, отдохнули. Когда возникает потребность, послушаю, услышу, что нужно. Вот у меня два дня... Ой, какие молодцы сегодня! Столько цветов. Сегодня будет у нас... Все, наверное, цветы получат. Все женщины получат по цветочку. Может, даже и мужчины. Красота. Спасибо большое. У меня такой панический страх за своих детей. Даже вы говорите, на природу выходить. Я боюсь... Да, это дети с детьми, всё нормально. Это духи. Вот в этом случае, когда, понимаете, мы с вами что вчера говорили? Если страх постоянный, постоянный, за всё, что связано со мной, это влияние злых духов. Дети тут ни при чём. То есть вы судьбу не чувствуете. Судьбу может чувствовать только тот человек, который способен в сердце держать спокойствие. Страх — это атеизм. То есть что такое атеизм? Это когда человек не опирается в жизни ни на что, кроме себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Когда человек верит в себя, он беззащитный, у него нет поддержки. У человека такое существо, что он должен на что-то опираться в жизни. Вот лекции начали слушать, вы опираетесь на знания. Слушаете духовную музыку, опираетесь на Бога, на молитву и так далее. Человек всегда в жизни должен на что-то опираться. Он должен помнить, в памяти о чём-то помнить. Как Муромов пел песню «Яблоки на снегу, я в памяти берегу». Что же мне с ними делать, с яблоками на снегу? Ну то есть, если ты яблоки на снегу бережёшь, то понятно, что с ними делать. На яблоки на снегу опираться бессмысленно. Надо опираться на Бога, в памяти Его беречь. Вот. Вы ни на что не опираетесь в жизни. Вы просто не умеете это делать. Поэтому вы боитесь всего. На природу охота быть с детьми, но я боюсь, что их укушит клещ, оса, пчела. Вы описываете сейчас свою жизнь. Не бессмысленно. А то есть, помолиться и идти в лес поконать с детьми можно, да? Конечно. Вы просто поймите, нет смысла описывать ситуации, когда я вам в целом уже сказал им. Можете ещё детали рассказывать разные, что вы в туалет боитесь идти, там может смыть вас, допустим. Или крокодил оттуда вылезет, там мало ли что. Ну, то есть можно детали рассказывать бесконечно, но в этом нет смысла. То есть причина — это духи. Злые духи, они всегда влияют на человека, который не опирается на Бога в жизни. Ну, особенно женщина, у них психика чувствительная, и она как антенна настроена на страх. Женщина всегда как антенна настроена на страх. А надо быть настроена на Бога. И страх проходит. Вообще у женщины психика, она так действует, что она не может опираться на себя. Вот мужчина, он через сердце получает силу. То есть он тоже опирается на Бога, но как через себя, как будто бы «я верю», то есть «я могу». Он думает «я могу». И это «я могу», на самом деле это связь с Богом тоже. Женщина так не может. Ей нужно как антенка настраиваться на чистоту, на веру, на светлое что-то. То есть женщина должна постоянно быть на связи с истиной. Ну, то есть слушать музыку. Поэтому женщины в древней культуре, женщины чем занимались? Они вешали обереги на себя разные, делали благоприятную атмосферу в квартире. То есть сейчас люди какую атмосферу, они во что верят? В красоту. То есть они опираются на красоту. То есть женщины все окружают себя цветочками, бабочками, и думают, что это и есть главная защита. А защита — это иконы. Тоже все красиво, но имеет глубокий смысл. И когда в квартире, допустим, женщина окружила себя иконами, духовная музыка, то она становится очень сильной. Она защищена. Ее разум хорошо работает в защищенной обстановке. Но если женщина не понимает, что она должна себя окружать силой вот этой всей, то она живет в страхе. Разум женщины должен на что-то опираться снаружи. На лекции, на знания, на чистоту, на духовную музыку. Знаете? Если ваш разум ни на что не опирается, значит, вы живете в страхе. И, естественно, страх означает связь с духами. Как только человек боится, духи злые на него нападают сразу же. Бояться нельзя, это нехорошо. Человек боится, в страхе находится, злые духи сразу атакуют его. Когда у человека вожделения хочется секса, тоже злые духи его атакуют. Но он уже связан с сексом. Они мучают его психику, у него жажда начинается в сердце. И так далее. Ну, то есть, когда у человека какое-то желание сильное появляется в жизни, он не может ее контролировать. Злые духи начинают разрушать его судьбу. Страх, гнев. Есть шесть сил, которые приводят к контакту с духами. Назвать шесть врагов человека. Первое — это вожделение, жажда наслаждаться чужим телом. Вожделение. Второе — гнев. Третье — жадность. Четвертое — иллюзия или ипотека. Тоже злые духи, кто мечтает. Дальше — зависть или злобы. Дальше — безумие. То есть, врагов человека. Безумие означает, что человек не контролирует себя, теряет самоконтроль. Страх — это безумие. Шестой враг человека. Вам надо учиться, опираться на Бога. И вам опасно заниматься вот этим знанием, ну, определять. Вам опасно заниматься вот это вот, благоприятно, неблагоприятно. Ну, вам опасно чувствовать симптомы судьбы, потому что вы всегда будете думать о плохом, а не о хорошем. Симптомы судьбы хорошо, то есть вы мнительный человек. Симптомы судьбы нужно слушать тому, кто спокоен в сердце. Вот если, допустим, вы хотите понять, как действует ваша судьба, вы должны сначала быть спокойны по отношению к своей судьбе. Но если у вас нет спокойствия, вы не определите, как действует ваша судьба, потому что злая сила захватит вас и будет вам внушать плохое что-то. Или наоборот, вы в эйфории находитесь, что у вас всё классно. Тоже вы не сможете понять, как действует ваша судьба, потому что вот эти силы вас захватывают в это время. Ну, то есть человек, который не уравновешен, он не может определить, как действует судьба. Поэтому даже не должен пытаться это делать, это будет самообман. Только спокойствие в сердце является залогом того, что ты сможешь всё понять, как действует твоя судьба. Спокойствие означает опора. Человек сам не может быть по себе спокойным. Нужно на что-то опираться. Как водоём, если он на открытом территории, он никогда не будет спокойным, постоянно движется. Так и человек. Ему надо закрыть свой водоём. звуком молитвы или памятью о молитве, память о святом. Человек должен закрыть своё пространство внутреннее от внешних влияний всяких. И тогда он может определить, как действует судьба. Легко. Легко тогда можно понять. Немножко потренировавшись, можно будет хорошо понимать свою судьбу. Хороший период идёт, плохой. Что будет дальше? Что было со мной? Оценка того, что было, тоже возможно.